Друзья, всем привет! Сейчас мыла своего хоббита и решила вам его показать. Я не знаю, сколько ему лет. Он у меня уже давно. Но продолжая бонсайную тему, мне вот интересно похож он на бонсай или нет. И где можно внести корректировки. Вот, например, вот эта вот веточка. Вот если вот от этой ветки убрать вот эти две нижних. Здесь вроде бы и так высоко. Вообще, вы знаете, я с ним ничего не делала. Он у меня вот так вот рос самостоятельно. Единственное, что у меня периодически на него нападал мучнистый червец. Он у меня жил всегда на балконе. Раньше у меня все кактусы жили на балконе. И вот этот хоббит тоже. Естественно, я их там очень редко поливала. Вот, и на него мучнистый нападал. И я его купала мыло. Потом у него постепенно отсыхали, засыхали. Вот так вот отваливались листики, веточки. Ну, в общем, как бы специально я его таким не делала. Он у меня сам вот таким вот вырос. И стал как бы похож на бонсай. Потом он начал заваливаться у меня под тяжестью. Я вот тут палочки вставила. Они вон даже и палки наклонились. Я его тут подвязывала, потому что он клонился. Может быть, отвязать. Пускай клонится. Может быть, он бы искривился. Если его крутить, он бы искривился. Сначала в одну сторону, потом в другую. В принципе, он мне нравится таким, какой он есть. Для меня он прям такой вот бонсайчик-бонсайчик. Ну, в принципе, можно подкорректировать что-то. Вот эту вот ветку, например, убрать. Вот эти вот две боковых вот у этой ветки убрать. Не знаю. Палочки попробовать отвязать, посмотреть, как он наклонится. А может быть, он уже и не будет клониться. Когда яркое солнышко на него попадает, у него еще загорают кончики листьев. Ну, так как сейчас солнца нет. Ну, вернее, оно только начинает периодически появляться. Пока вот он у меня зеленый. Ну, я думаю, он опять загорит. Сейчас вот будет постоянно солнышко. Ну, вот, друзья, не знаю. Пусть растет дальше так, или все-таки его подредактировать. А все равно вот палки наклоняются. Ствол все-таки под тяжестью туда вот падает. Вот я хочу из денежного дерева еще тоже сделать красивое дерево. Но оно у меня еще маленькое. Большое у меня было раньше. Давно-давно. Лет так... Так. Ну, лет 20 уже, наверное, назад. Было большое хорошее дерево. А потом в один прекрасный момент оно все у меня пропало. Знаете, вот все говорят, там денежное дерево. И там заводят. Кто-то верит, что деньги, ну, как приманивает. Друзья, у меня такого не было. Когда у меня росло шикарное дерево, у меня вообще с деньгами был напряг. Мы вообще перебивались с копейки на копейки. В долгах жили. Вот. А потом, когда резко у меня дерево все пропало, у нас, наоборот, все нормализовалось. Ну, возможно, это совпадение. Но это я к тому, что... У кого с деньгами везет, тому и без денежного дерева везет. Вот. А у кого их не было, как моя мама всегда говорила, нежели богато, нечего начинать. Вот. Ну, и теперь вот я к чему это все начала. Сейчас у меня есть толстянка, но она совсем маленькая еще. И я все хочу, чтобы она тоже выросла. Но я его сейчас тоже, кстати, вам покажу. Может быть, вы мне подскажете, пора его формировать или не пора, и как его лучше сформировать. Ну, вот такое денежное дерево у меня еще, малявочка. Ну, вот смотрите, она вот здесь раздвоилась. А я ее ломала или не ломала. И тут вот у нее боковые детки растут. Вот я думаю, может быть, вот эти вот листья еще нижние поотрывать у нее. И пока пусть растет. Горшочек у меня низкий есть. В принципе, я могу ее пересадить в низкий горшочек. И вот из нее сделать понсай. Ну, вот эти вот большие листья, которые опущены, вот эти внизу, их надо пооторвать. Да, там вот то, где ответвление уже идет, вот они, оставить. А вот эти одиночные листья, наверное, пооторвать. Вот один, второй, третий. Веточка пусть растет. Здесь вот тоже лист можно оторвать, когда детка подрастет. То есть там, где детки растут, листья можно пооборвать. Вернее, не детки, а ветки. Вот, как вы думаете? Стоит попробовать пересадить его в низкий горшок и сделать из него бонсай. Сейчас в интернете полазю, посмотрю, как выглядит деревца толстянок в бонсае. Потому что из своего пока я ничего вот не придумала. Кроме того, как вот нижние листья пооборвать и в горшочек пониже посадить. Так вот, ответвление-то у него уже есть. И стволик такой вот уже коричневый. Коричневее, то есть как бы уже стареет. Ну, а какая там корневая, не знаю. Он у меня тоже тут вот падал, тоже подвязан. Клонился куда-то вот в сторону. Я его тут подвязала. Друзья, ничего не делаю, пока вы не посмотрите и не напишите, что и как. Ну, и я еще в интернете покопаюсь, посмотрю, что с толстянками делают, какие бонсайчики. Ну, вот и все. На этом, в общем-то, я из-за хоббита только видео решила вам показать. Потому что очень мне хотелось показать, какое оно у меня деревце. И, может быть, вы подскажете, какие корректировки к нему внести. На этом я закончу. Желаю всем добра, любви, здоровья. Берегите себя и своих близких. А с вами была я, Любовь, садик цветов.